всем привет друзья позвонил макс говорит я нашел машину нашей мечты тут когда-то рома привез нам с кировоградской губернии запчасти они для этой машины мечты скорее всего нам нужны сейчас я смотрите отобрал уже основное все сейчас мы будем ехать смотреть машину если получится то заберем сейчас я беру то что нам может понадобиться в дороге точнее для того чтобы на ней добраться так много полезного тормозами там вопросик но он я какой-то и главный нашел похоже запчастей тут мешок и несколько ящиков но тут моторная группа 30 . поршневая вкладышей куча ну хватает тут добра тут еще мешок какой-то но тут мешки сейчас тоже посмотрим смотрите просто целая сумка оригинальных резино-технических изделий это то чего не хватало когда мы с горы летели натяжки на передачи запорожец какой-то сегодня у нас филот очень влад на белом запорожце говорит проблема найти качественные резинки уже их практически нету чтобы сделать тормоза нормально говорит ну что-то продают но оно такое все непонятно какое здесь целая сумка манжета сальников пыльников всего помнил еще что масло нужно взять обязательно с таким запасом должно у нас все получится там единственная проблема немножко по кузову пока только со слов все сейчас будем смотреть друзья мы стартуем состав практически тот же тут пару человек сзади еще добавилось за нас за год добавилось пару человек а так состав практически тот же едем прямо короче тут недалеко не так как прошлый раз ну и техника по серьезнее значительно значительно серьезнее макс нашел и вчера звонит бросает ссылку говорит все нашел поторговался цена вообще подарочная просто можно сказать подарили нам станция очень известного бренда здесь раньше была вот где мы сейчас проезжаем то не круче ну да тут было за станция когда-то давно мог зариться звездой это иномарка шла шестьдесят второго по шестьдесят пятый год выпуска начала 62 начали выпускать до никита сергеевич дал команду делать машину срочно изобрести слышишь смотрел там это историческое такое видео ну кадры были подложены исторические кадры как завод коммунар это такой знаешь селки делал там какие-то до революции вот на его месте начали делать эти шикарные машины все равно 1800 рублей стоил он тогда советскому человеку принципе было под силу купить этот шедевр автопрома может снял чувак или нет я вчера смотрел что он 28 ноября выстрел и вчера день о это шо он месяц простоял и никто не купил ждал нас а я слышишь себе просыпаюсь просыпаюсь холодном поту и думаю блин а вдруг кто-то перехватит блин знаешь покажу нашу подготовку вон я на подготовка у нас болгарочка инвертор киловаттный болгарочку включить два аккумулятора сапоги стрелы какие стрелы эти самые выездная антенна выездная антенна ящик с инструментом он бензобак вот я показываю видите вот он что еще ну в общем много тут всего округляют ну может плюс-минус там нормально не говорят что не дурят на вид человек приличный в маске выглядит неплохо друзья я вспомнил историю вспомнил историю у меня брат есть двоюродные он жил казахстане в целенограде я был у него немного не мало сейчас скажу когда 45 лет назад я хорошо помню все как хорошо отрывками но помню много брат зовут его шурик сейчас он живет где-то в брянской губернии по последней информации родственников и он меня катал на этой машине по степям казахстана в семьдесят пятом году или четвертом пятом пять лет мне было ну я так что-то кажется мне в семьдесят пятом все таки и он катал меня на этой машине макс даже цвет похожий слышишь такие вот факты вспоминаются мои бабушки у родной бабушки был брат Эдуард Пасмалин в Атукино Зенегородской области точно такая же машина синего цвета да тоже и у братухи тоже вроде синего было тоже в детстве меня катал и мы когда мне уже лет было наверно 13-14 мы приезжали она всегда стояла у дяди Эдика во дворе и я постоянно говорю блин я говорю банк вот такой бы машина в плане я говорю типа жигули большая для меня вот такая была бы вообще отлично ну так чё сейчас будет не очку мечта взрываться да 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 вот асфальт аэродром есть красивые места аэродромное название же такое да интересно где человек ждет блин ты по аэродромной разгоняешься вроде мы на взлет собираемся идти макс макс остановись макс остановись да блин вроде мы едем где-то с этого с Днепропетровска ёханы бабай ну что готовы друзья показывать показываю вон она стоит машинка добрый день здравствуйте добрый день Руслан Сергей известные каналы оффрут ага ох блин а зачем вам такое чудо тогда как это же главный внедорожник Украины первый да вы что да со звездой я же говорил со звездой да не обманули ёлки палки бомба вообще слышишь да бомба такая убитая бомба убитая да чуть-чуть ну запчасти есть ключи есть накат хороший да так мы его дотолкаем до Киева смотри смотри ах ты блин чуть чуть не так ты понял да она на роду вступаюсь в недоверность привёз говорит чина тебе в честь дня рождения что правда что десять тысяч проехали на нём вообще семнадцать я проехал семнадцать тысяч проехали что это газ да это газ ага так нам надо её завести слышь трамблер как в этом я не знаю она не заводилась уже знаете сколько трамблер как в москвиче сейчас мы отвёртку посмотрим всё да такая маленькая как брелочек как брелочек как брелочек ну и когда моя машина была разбита я это ездил так по сигналю у меня раз все пропускают да все ручки а вы говорите зачем она нам нужна ну нам для вот этого чтобы махали рукой и пропускали и радовались да я не думаю что у меня заведет простояло это бензин взяли мы свежий бензин есть бак и залит есть да ну что ж никто же его не сливал так аккумулятор ставим охренеть вообще в оригинале всё да да я не знаю это практически что с амортизаторами тут же это бак с бельями да это бак да мне подписчик такой бак в прошлом году прислал говорит на тебе бак может пригодиться как чувствовал да 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 вот сюда он стоит плюс где плюс где минус плюс вот это плюс вот минус так ага вот так да мне больше всего нравится дверь только открывается так а что ты не знала как в горбатом дверь ну я на начинающий пилот как в Rolls-Royce как в Rolls-Royce двери да да кстати Макс сразу вспомнил он вроде там родился смотрите как прохладно что ты поехал капот закрывать или так поедешь для съемки удобно где запоминать есть да слышь линолеум есть посмотри у меня в прицеп даче такой же надо бензонасосом подкачать где тут бензонасос лунжерный ёлки да вот это бомба слышишь ну это фантастика а нам же с тормозами разобраться еще главное главное тормозить нету бензина откройте пробку он дунет фильтра я забыл взять лошара пошло Макс накачал бензина он пошло да 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 нажимает работает да а подсос включать там должен вытягиваться подсос а и подсос подключен слышите я в шоке просто блин на ходу машина просто я вам скажу зеркало есть подсос нашел да только газ газ это совсем плохо нажимается ты нажимаешь а ну постучать постучать по нему долго стоял залип немножко а пошевелим а ну включи не не скорость выключил ты давай на скорости стой стой пробуй ключом пробуй ключом сразу не не хочет старший не хочет просто фу нельзя с передачи снял ты не что что то даже искры какой то нету а Руслан он точно работает ну есть второй давай другой бросим да не ну это не аккумулятор макс я его проверил на 300 амперной вилке перед выездом давай попробуем давай с тормозами может сначала давай пока светло вы хотите ну конечно это наша это наша тема мы с трусковца перед этим гнали это так у него колеса так у него колеса в правую сторону в левую с трудом ну подрихтуем сейчас из-за того что ударены да это подрихтуем сейчас чуть-чуть подрихтуем сейчас чуть-чуть подрихтуем сейчас там дальше тяга а тяга тормоза мне объяснили что там накрылся цилиндрик ну блин цилиндрик есть у нас с собой у нас новый давайте придавим его попробуем просто а сейчас нет тут надо сначала открутить открутить там где-то крылок там должны быть стеклышки как вам аппарат друзья о а вы еще говорили там стопы да есть ну видите немножко тут был удар из-за тормозов не фары кстати целые подфарник один разбит плед там если холодно будет дороге что там починился стеклышкой о передняя есть квас задняя есть стеклышка надо вот болтик чуть меньше чинить есть а меньше короче ты имеешь ввиду есть конечно я же готовился держи этот на сейчас мы сейчас я дам болтик есть болтик о точно тут же ж тут ручка да я тоже про ручку подумал ну а если есть она сейчас подходит сейчас мы должны это снимать подождите на пенсии на пенсии же потом радоваться как мы завели запорожец реликвию ну бензин поступил стой 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 давайте давайте вы там давайте идем просто протащить его он заведется если он ездил до последнего так серьезно считайте стоял 16 ну 16 4 года бывает и дольше карты стеклоподъемник так смотрим блин работает друзья работает стеклоподъемник елки-палки вот делали машины блин вечная да чуть-чуть по морде получил но мы его починим у меня будет фуксон разбит долго пока следствие пока ремонтировали так вы гоняли на нем я на нем по Киеву бортничий обухал ооо так бортничий это возле нас елки-палки так он там был так где она едет рихтануть надо упирается тяга где-то резина чуть-чуть из-за удара ооо макс рихтовочный инструмент подготовил макс домкратом уже рихтует упера куда ты упёрты сейчас будет как новый слышишь этот по сравнению с тем что мы купили в стебнике возле труска овца этот новый практически так мы на том проехали 650 километров до Киева это жесть была зимой печки нету здесь печка снята там тоже не было сняты а у них же печки эти бензиновые ну да да я снимаю потому что жрет много толку мало есть есть такое что вроде пододвинул да чуть-чуть может быть есть какой-то колокольчик чтобы мы туда его забили деревянный пошла рихтовка макс макс не сломай я тебя прошу ёлки что-то ты жестко с ней мы ж только с ней познакомились недавно это вообще это да есть такое не упирается уже здесь где-то упирается здесь там два колеса пошли туда пошли туда странно а во во я вижу где упирается возвращаем назад ага все я вижу ушло может быть попробовать чуть-чуть смыкнуть за вот эту а что там лонжеронная часть ушла да как раз вот вот этой частью придавила лонжерона нету там плоскость ну да лонжероны вышли намного вот здесь лонжерон там такая получается лонжерона там такая губа внизу идёт губу подоснула получается да нет так не выгнется это ж не иномарка где металл такой потянул это не хюндай макс и не део и не даже этот черри амулет там руками весь можно выровнять голыми еще один дружок может толще есть или не надо толще макс приподнять сейчас будет удобнее вдвоем на бок на два колеса поставим да я думаю может под кузов лучше можно на колесо или под кузов лучше на колесо лучше на колесо лучше не скатится тогда нам надо поднимать а кто то что поставит да что ты хочешь по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть да вот так да еще я посмотрю давайте 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 отлично пошла починили у меня сердце обливается кровью у тебя тоже палку сломал починил или нет и прямо скажи не знаю сейчас посмотрим так он пробует только чтобы не укатился держите да он может упасть на камень ага все равно где-то что-то да там же там же а ну смотри вверху получается да да в самом верху слышишь макс если колесо снять неудобней будет нет там там мы туда все равно и палкой стучать чтобы стучать надо что-то вставлять какой-то домкрат и домкрат вот я же говорю вот такой бы был бы так а колесо снять этим домкратом не подлезем не влезет по размеру не влезет так оно и в эту сторону не сильно не в эту повернуто четко ты чё в этом выворот хороший там тяга упирается в самую я смотри давай 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 вот тут уперлась так она впереди вот это уперлась вот то она упорлась вот то вверху там сам вверху там аши на конечной тяге упёрся вверху так давай стой можно колесо если снять отсюда можно выбить просто этим колесом и торцом бревно торцом бруска выбить просто вперед не если колесо снять вот туда стучать не получится вот там только таким домкратом у нас получится а его у нас нету значит пробуем сейчас такая куда вправо вправо поворачивает влево не поворачивает да влево мы будем за два похода давай попробуем завести ну давай пока светло ян садись за руль так давайте берем да давай стой давай 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 опа все ставим да вот из-за этого мы никита сергеевич сказал сделать легкую машину чтобы нам не было тяжело сегодня надо что-то привязать что ты стартуешь на discovery заводишь первую скорость не надо яна надо алюминиевая алюминиевая бампер алюминиевый ну все равно красивый все так ян включаешь первую скорость и потихонечку начинаешь а расскажите там здесь первая включаешь первая как везде или на себя на себя первую первая так вторая так ну короче как в тридцатке макс как в желтой тридцатке а сидение назад можно подвинуть вот это можно сейчас если не заржавело нашли наверное наверное не работает все машина исправно что там запчасти осторожно не сломай вижу вижу оригинал ё-моё первый раз я внутри надо документы человека да подожди заведите если вы собрались ехать давай блин мы тут слышим мы тут еще плотнее сидим я тупо уперся плечом я на шоке окна открываются а это лобовое протереть надо дворники есть блин человек 17000 проехал не не видишь что это просто умер потому что я его даже перемыкаю оно не работает Руслан вот повороты повороты работают это шок вообще козыречки не ну друзья это это шок отлично не надо то не первое на себя сцепление есть а сцепление может нету макс сцепление попробуем ты нажал его сцепление алло так мы что то запотели откроем стеклоподъемник работает окно открой да так драйв давай да вытри лобовое если что я буду говорить стоп остановишься сразу нет изнутри не изнутри вытришь стоп стоп так тряпка заживали какой то флаг советский или что это такое а ну давай пробуй потихоньку сцепление работает работает да давай давай ян потихоньку скажу потихонечку едь давай запуск друзья это подожди у нас влево плохой выбор ну в принципе в принципе ничего да давай вроде схватывает а ну тормоза и тормоза есть есть тормоза давай чуть быстрее газу газу не надо искру смотреть макс нет искры пусть протянет может да пусть протянет может живет а пошло ну пусть схватила вроде или нет да дай есть тормоза не так не бросай да да ну мы же заводим душу но не лампа тухнет слышь мне нравится салоне мнение не не ускоряйся не не хочет 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 думать может свечи подкинем слышишь или посмотрим искру хотя бы нет искры судя по всему спидометр работает друзья блин вот эта находка я вам скажу это о начинаю до начинают наживать на свеча или две работы да да начинают начинает оживать есть есть медленно тормози она не слышит и она она выключился телефон помигают а фары я на набери и по новой я на притормаживаю по чуть-чуть только все стой стой работает но проедет проедет подтяни папа ну давай чуть-чуть они пусть вперед подтянет блин это шок друзья работает это супер да да тут узкая работает что тормоза макс что тормоза есть отлично вот мы дисковые останавливаем все тормози я останавливаю дисковые тормозить discovery еханы бабай ты шо да нормально тормоза отлично все посмотри какой бардачок заслеваем поворот и даже работают услышишь не я понял надо слышишь надо посмотреть ты он делать я макс поехали поехали ты о сделаем давай немного вперед еще чтобы назад за самим верну верну а от а ты выйдешь с ними что да да я понял а прогреть его и будет легче да 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 масло надо ну давай остановить постоим прогреем давай а давление лампа а это наверно генераторная лампа сейчас будем смотреть работаю друзья подымливает но работает смотрите эту красоту это фантастика просто это что-то неимоверное а это просто просто бомба и пары работают ё-моё работают пары даже пары работают поворот и как смотрите счастье на глазах макса это фантастика просто колеса накачены макс макс это блин вообще я тут ему фотографии несколько сделал красивых сейчас прогреемся ты тут стали возле маятка какого-то это просто фантастика стопы работают стопы работают блин или это габариты макс нажми на тормоза стопы работают блин тупо комплектная машина рабочая ёлки-палки две выхлопные как серьезных спорткарах как про устройстве практически двери как про устройстве выхлопные тоже давай ближний дальний есть работает это это шок просто отцепились так макс пробует первые метры первые метры пытается проехать сам и это ему наверно удается что-то там сложность включением передачи давай руками я тебя разверну руками сам хочет не он такой шине если настроился поехать не настроился поехать он поедет конечно как в любом случае просто фантастика что поехали меня возьми если он хочет поехать он все равно поедет блин мы валим блин макс макс моим блин не на этом мы не на мы не на мы не на феррари я тебя прошу макс е-мое мы едем блин дальний выключит и жаслепишь кого-то динамика так выключил блин друзья это шок вообще 16 года он стоял вот это счастливый посмотрите на его лицо просто передать словами это невозможно это только надо видеть сейчас слышишь можно масло поменять не можно а нужно ухты блин тормозит как жестко задача я с улицы а задом давай давай я выйду чтобы легче будет где-то мы веревку переехали стой долго но завелась это фантастика да слышите какой-то корыца слить быстро мы масло взяли свежая жалко будет если стуканет она едет просто от усилия ноги сейчас зальем свежее масло я думаю будет легче ему были но такая маленькая то окна откроем тепло на улице плюс 5 наверно 6 где-то сейчас очень тепло 4 года не заводится а этого вести нас это не пугает у нас не остановить такой мелочи как не заводится есть у меня в багажнике сейчас я дам так макс естественно открутил голыми практически руками небольшими до инструмент нужен пошло масло вот это вот здесь стояла печка он придал он тут стояла до вот это стояла печка он придумал что я так понял что турбина до начали нагнетала линдер продавая да 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 я придумал такую коробочку это правильная тема она разорвалась потом можно подрепетировать это кстати у фальсвагена жук так сделано через выхлопной до выхлопного используют выхлопной воздух теплый пропадает и у них использована там воздуховоды идут я просто так досконально не знаю но я видел тоже как-то этого не туда фильтра не нету фильтра не тут нет тут же центрофуга ну фильтра нету главное слить залить свежая и все у литра 3 думаю может нет наверно даже 4 макс чуть есть по щупу в тридцатке да но я же просто себе у нас тридцатка и желтая мы купили на металлобазе а также завели и уехали закручиваем зимой обычно не крутое самое простое блин свежачок смотри какое красивое более наш сердце радуется главное свет есть вот что самое радует что и фары светит нас видно на дороге ключевое то что ну конечно до города то недалеко там освещенное все но все равно а прошлой машине вот эта пробка не откручивалась когда мы покупали мы просверлили электродрелью и тогда только смогли выкрутить даже залить поменять но ехать 650 км на старом масле куда он доедет там четыре литра я думаю потому что я помню что я брал пятерку и пятерки там чуть-чуть оставалось в хорошей машине много масла в бмв вот у меня 7 литров в марсе в мерседесе у тебя тоже много да макс отчетка лобовое есть офигеть блин там его положим как одинаковые тут видите были проблемы небольшие но это скажем а вы нам дадите эту досточку по дороге ремонтировать спасибо так стекло а ты не заливал а ну бензин нет одинаково блин дело лишь машины вот это универсальность полная рулевой вал смотрите вот более новая машина помните там такой вал есть из такого этого и он гнется а здесь четки аналогичная датчик работает думаю да тут все работает у меня датчик есть сайте сам датчик есть в запчастях не звонил один просил продай мне вот это вот это и вот 300 гривен я говорю говорю не буду подавать потому что может быть заберет целиком конечно город за январь мы попросили что у вас вчера был последний день размещения на lx не даже не знал вчера уже объявление выключилось и уже все и вас уже не найти мы вовремя телефон записали ну да я все равно выставил честно но вы знаете ваш конец и четко работает а ключок двери закрывают да велюр да да все закрыто да их сохранить точение 2029 руку ключ ого нормально то есть запасом если я не вручу как фамилия кольга хозяина кольга макита яковлевич подумал знакомых я думал это мы двоюродный дедушка это целая история эпоха первый украинский автомобиль еще здесь ручка она вот тут очень непривычно бачок омывателя есть молоток бросил ты отрегулировал осторожно не ломай береги макс хочет комфорт полный сделать осторожно береги машину руслан теперь можем ехать хоть на край света я тебя понял толкнем час толкнем до масло новая старая вот готов давай на новом масле стопы работают это вообще фантастика спасибо огромное созвонимся я на тут я тут это вообще в шоке просто все в шоке я думаю мы погнали это не постанова это все прямом эфире вы все видите на основную камеру идет запись я думаю что открывай окно чтоб не потело да да ну я так приоткрыл чтобы сильно тут не дуло нам дворники работают ё-моё омыватель работает свет есть салоне полностью комплектная машина но это шок вообще еще и глобовое запасное фонарики запасные ну что едем по светлому очень все мы оперативно сделали повезло конечно с машиной просто нереально я такого поворота не ожидал да никто не ожидал наверно я просто увидел эту машину то выезд авиатором на местопудовую поедем 21 век это то же самое как я газика помнишь увидел говорю что все едет да мы же газик еще с тобой везли ё-моё вот идет время тоже два года да и уже газик или нет два года назад мы везли газик ровно кстати как зима так у нас организация за машинами да да да